Здравствуйте! В эфире программа «Политфокус» и сегодня мы поговорим о том, что коснулось абсолютно каждого – о росте цен на продовольственные товары. На сегодняшний день 58% россиян считают рост цен главной проблемой общества. Такие цифры опубликовал один из крупных российских исследовательских центров. Отечественные СМИ регулярно пестрят заголовками об очередном взлете цен. Так ли это на самом деле? Насколько это ощутили нефтьюганцы? Этот вопрос мы задали случайным прохожим в центре Нефтьюганска. Ощутили ли вы рост цен на продукты? Не знаю, я не покупаю. Супруга покупает. Вы ощутили на себе рост цен на продукты? Конечно, конечно ощутили. Морковка 7-6 рублей – это куда дело годится? Пенсии вообще не хватает ни на чем. По вашему мнению, что больше всего возросло в цене? Да вы знаете, и масло растительное возросло, и гречка, и фрукты, овощи. Это вообще кошмар. Космические цены на пенсию точно не проживешь. Закрутки в этом году нет у своего огорода, и закрутки не получится их делать, потому что при таких ценах. Ну, сейчас я смотрю, уже восстанавливаются цены на морковку, на свеклу. Но вообще было такое, что подойдешь, и вроде дороговато. И молочное дороже стало. И мясо сегодня покупала, тоже дороже стало. Часто приходится себя в общем-то с ростом цен? Или это не влияет? Часто, потому что если возьмешь это, другое не купишь. Что-то одно выбираешь. И в малых количествах. Ну, а как думаете, на что больше всего возросла цена в продуктовых магазинах? Ну, допустим, морковь вообще нереальная цена. 60 рублей или сколько там? 63 даже. Я не знаю. Ну что, да на все поднялась цена. А так пусть все дорожает. Кто работает, так купит, если надо. А мы уже перебьемся. Мы уже дети войны. Так что мне 88 лет. Так что будем терпеть. Не все так плачевно. Но ничего, терпимо. Ну, бывает временно все. Рост цен ощутили на себе и жители других городов страны. Своё беспокойство из-за подорожания продуктов россияне озвучили на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Как так получилось, что у нас бананы с Эквадора, вот цена, стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей. Вот такая цена. И также вопрос по картофелю. Откуда вот такая цена? По словам президента, такая ситуация сложилась из-за того, что в прошлом году в России было собрано недостаточно урожая. Так дефицит товара привел к значительному повышению цены. Потому что у нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион как бы, вот его как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, и из-за границы. Вот из той же Белоруссии или из Турции, где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, на сколько это стоит с учетом доставки и так далее. О росте цен говорят не только нефтьюганцы, но и статистика. В нашем городе еженедельно проводится анализ цен на основные продукты питания. Как происходит мониторинг цен на потребительскую корзину? Есть ли позиции, цена на которые снизилась? И могут ли городские власти как-то влиять на процесс ценообразования? Ответы на все эти вопросы мы искали в местном департаменте экономического развития. Расскажите, как в нашем городе мониторят цены на продукты? У нас в городе по поручению управления мониторинга регионального информационного центра аналитического МАО «Игры» производится ежемесячный мониторинг, который составляет в пределах 34 наименования, и еженедельный, который составляет 25 наименований. В основном наименования эти в списке включены по потребительской корзине, то есть они являются социально значенными. Такие как мука, масло, крупы, овощи, фрукты, мясо, сахар, соль, масло. То есть практически специалисты вашего отдела идут в магазин и записывают? Записываем, да, отслеживаем динамику, рост или наоборот уменьшение, аккумулируем данные, передаем в управление мониторинга. Там, соответственно, на основании представленных данных муниципалитетов округа формируется сводная. И как часто проходят такие рейды по магазинам? Это не рейд, это идет у нас как исполнение этих обязанностей, полномочий. Еженедельно по пятницам, или накануне в четверг мы идем, записываем данные и передаем в пятницу. И, как правило, нам приходит информация, когда мы должны направить ежемесячный мониторинг. Но это тоже, как правило, конец месяца. И вот с начала этого года цены выросли? Ну, цены, часть цен подросла, часть цен осталась на уровне. Как бы, если смотреть по тем наблюдаемым позициям, которые мы смотрели, значит, яйцо куриное у нас возросло на 15%, масло растительное 11%, куры, хотя они были одними из самыми дешевых позиций по округу, на 16% возросли. Также был резкий скачок, наверное, жители города заметили, по картофелю, по свекле, по моркови. Но это, опять же, было связано с тем, что урожай предыдущего года, продукция как бы закончилась, новый урожай еще не поступил. Потребность у населения была. И в связи с этим был такой вот скачок цен. Сейчас, опять же, по мере того, как поступает на рынок уже продукция нового урожая, то есть цены стабилизируются и идут в сторону уменьшения. Допустим, на сегодняшний день, если брать, то буквально месяц назад картофель стоил 100 рублей и морковь больше 100 рублей, то сегодня уже морковь у нас в пределах 70 рублей, картофель даже еще меньше, меньше 60 рублей. То есть в сентябре цены на... Ну, будем надеяться, да, что они вернутся, то есть рынок будет насыщен уже продукцией нового урожая. С овощами понятно. А вот на остальные продукты почему растет цена? Скорее всего, как также по информации наших представителей торговых организаций, идет все от поставщика. То есть чем меньше цепочка поставки продукции, тем меньше торговых набавок, накруток. То, что основные продукты подорожали, думаю, почувствовали все. А есть ли такие позиции, которые, наоборот, с начала года упали в цене? Ну да, в принципе, вот чай, черный, байховый, соль у нас упала. На много? Соль на 2%, чай тоже 3% у нас. Хлеб практически на уровне остался. Пшено на уровне осталось, макаронные изделия. Не все понимают, как формируется цена. То есть не может же продавец просто, например, пришло молоко искал. Я хочу, чтобы оно стоило там, не знаю, 280 рублей. Это как-то город регулирует, проверяет или нет таких полномочий? Как формируется цена на товар? Цена на товар формируется изначально от производителя. Затем производитель по потребности, по заказам предоставляет эту продукцию покупателям. То есть это могут быть, как и другие, не сказать, что перекупы, а другие, допустим, базы оптовые или логистические центры. На следующем этапе идет, опять же, накрутка, торговая надбавка, потому что любой предприниматель не может работать себе в убыток. В любом случае какую-то прибыль должен получить с этого. И вот по мере того, как сколько переходит этапов передачи вот этого продукта, и формируется цена. Чем, естественно, меньше эта цепочка, тем ниже будет цена. Если напрямую от производителя до поставщика, до конечного получателя, соответственно, и торговая надбавка будет меньше. Но, к сожалению, в муниципалитете, в частности в администрации, у нас нет полномочий по регулированию этих торговых надбавок. Существует законодательство, которое регулирует только надбавки в тех регионах, где идет завоз сезонного характера. По словам специалистов, спад цен на овощи возможен только после сбора массового урожая во второй половине августа. Высокие мировые цены на зерно приводят к подорожанию кормов. Это, в свою очередь, сказывается на стоимости всей животноводческой продукции – яиц, молока и, конечно же, мяса. На ценообразование влияет и стоимость бензина. К себестоимости товара прибавляются расходы и на его транспортировку в точке реализации. Так когда же цены вернутся в норму? Предугадать это не получится ни у экономистов, ни у производителей. Однако, первый заместитель председателя Совета фракции Андрей Турчак 19 июля заявил, что в скором времени федеральные власти разработают решение по сдерживанию роста цен на так называемый борщевой продуктовый набор. На этом у меня все. На что наведет свой фокус наша следующая программа, узнаете уже через неделю. С вами была Дарья Лунькова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»